Когда злоба и алчность захватывает человека целиком, то он теряет чувство реальности. Такие люди готовы пойти даже на преступление, лишь бы осуществить задуманное. Правда, идеальных планов не бывает, и порой даже в самую продуманную схему может вмешаться случай или новый персонаж. Причем вывести злоумышленника на чистую воду способен не только человек. Произошло это зимой 1996 года в Подмосковье. В ту ночь из-за сильного снегопада и резкого похолодания работникам местной скорой помощи меньше всего хотелось реагировать на вызовы. Но, к счастью, звонков было не так много, и врачи в основном до утра проиграли в шашки. Лишь в конце смены пришел срочный вызов в частный сектор. У мужчины появилось давление, и он, опасаясь инсульта, позвонил на пульт скорой. Поехала самая молодая бригада. Дом оказался полуразрушенным и был разделен на две части. Хозяин левой половины участка, который сделал вызов, дверь открыл самостоятельно. Он объяснил, что очень испугался, поэтому и потревожил врачей. Доктор провел осмотр и велел медсестре сделать хозяину укол. Пока заполняли документы, разговорились. Речь шла о доме. Мужчина объяснил, что он давно хочет выкупить вторую половину участка, снести старый дом, да поставить новую избу. Но сосед куда-то уехал. За стенкой раньше жил дедушка, а потом внезапно куда-то сорвался, заколотил окна и двери и исчез. Вот и приходится хозяину мучиться с дырявой крышей, да покосившимися стенами. Пока вели беседу и заполняли бланки, санитар заметил, что за стенкой у соседа как будто кто-то стонет. Он спросил об этом хозяина. Тот как-то сразу засуетился. Мужчина начал кашлять, словно заглушая нежелательный звук, и говорить, что им это послышалось. Потом он хлопнул себя по лбу и сказал, что видел у дома бродячую собаку. Возможно, она и поселилась на половине соседа. Закончив с формальностями, врачи вышли на улицу. Они уже собирались садиться в машину, как вдруг к санитару подбежала рыжая собака. Пес скулил, вставал на задние лапы, то приближаясь, то отдаляясь от человека. Водитель скорой, наблюдая за этой сценой, заметил, что собака, похоже, зовет парня за собой. Санитар сначала думал не обращать на бродячую дворнягу внимания, но шофер уже вышел на улицу. Он позвал остальных, и они последовали за собакой. Та привела их к заколоченной двери. Под крыльцом пес подошел к какой-то норе и через нее пролез в дом. Прислушавшись, санитар опять услышал стон. Он понял, что голос принадлежит не животному, а человеку. Мужчины с легкостью оторвали доски и зашли в дом. В жилище стоял такой ужасный запах, что пришлось закрывать носы руками. Собака кружилась около входа в одну из комнат. Переступив порог, врачи потеряли дар речи. На кровати лежал худой старик. Вокруг было не прибрано. Повсюду валялись объедки. Хотя в других двух комнатах обстановка была приличная, а значит старик не был опустившимся бродягой. Он, похоже, внезапно заболел и был не в состоянии подняться. Но почему он оказался один в заколоченном доме? Мужчину погрузили на носилки и отвезли в больницу. Через пару недель он смог объяснить, что с ним случилось. У старика отнялись ноги, и он не мог даже дойти до кухни, чтобы налить себе воды. Пенсионер стал звать соседа. Тот пришел, посмотрел, а потом исчез. И дозваться его было нельзя. Позже старик услышал, как кто-то заколотил входную дверь и окна. Ему показалось, что это был сосед. Мужчина так бы и погиб в заточении, если бы не его собака. Пес носил ему объедки, которые сам добывал, где придется. А еще собака пыталась позвать на помощь других соседей, но люди ее не понимали, пока не появился водитель скорой. Оперативникам удалось разоблачить преступника. Оказалось, что пожилой мужчина отказывался продавать соседу свою половину дома. И сумма не устраивала, и хотелось дожить остатки дней здесь. Но тут с ним стало плохо, и сосед решил воспользоваться возникшей ситуацией, чтобы все-таки решить свои бытовые проблемы. Он надеялся, что вторая половина дома отойдет ему, или, по крайней мере, с новым хозяином будет проще договориться. Но не рассчитал. Умная собака помешала его коварным планам. Друзья, если вам понравилась эта трогательная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии, и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok